Незабудка 1937 года рождения. Здание детского сада номер 25 видела на своем веку много интересного. Его построили во время сталинского режима. В годы войны оккупанты разместили в этом здании свой госпиталь. Позже, после освобождения города, здесь лечили уже красноармейцев. В мирное время в здании разместили детский сад. Здание детского сада 1937 года постройки. Последние серьезные капитальные вложения были в 1986 году, когда проводился капитальный ремонт фасада. С тех пор здание капитально не ремонтировалось. Почти 35 лет без капитального ремонта. За эти годы завянет любая, даже самая свежая незабудка. Конечно, внутренние ремонтные работы в здании детского сада проводились. А вот до фасада и кровли, руки, а точнее деньги, дошли только сейчас. Полномочия муниципальные – это приведение в порядок внутренних помещений. Поэтому мы не можем говорить о том, что весь этот период внутри никакие работы не производились. Два года назад восстановлен полностью, проведен капитальный ремонт актового зала. Проводятся текущие ремонты групповых помещений. Внутри сад в хорошем состоянии. Но такие суммы на проведение капитального ремонта фасада и кровли, конечно, требовали привлечения средств регионального бюджета. Мы ждали. И вот в этом году эти средства выделены. За счет выделения средств из областного и городского бюджета здание 25-го детского сада будет отремонтировано. Более 11 миллионов рублей выделено на ремонт фасада и более 6 на кровлю. На сегодняшний момент работы находятся примерно в 50-ти процентной стадии завершения. По кровле завершена работа на двух из трех крыльев здания. Уже установлены водостоки. И в настоящий момент завершаются работы по центральной части здания. И полным ходом идут работы по восстановлению фасада. Оббита штукатурка. Произведено утепление. И частично восстановлено штукатурное покрытие по центральной части. И произведено окрашивание стен. Окончание работ кровельных 31 июля. Окончание работ на объекте полностью 10 августа. Кроме ремонта фасада и кровли, проект предусматривает восстановление асфальтового покрытия перед входом в основное здание детского сада, чтобы малышам было удобнее и комфортнее заходить в свои группы. Незабудка рассчитана на прием 350 детей. Пока идут ремонтные работы, все они были обеспечены местами в других дошкольных учреждениях города. Мы готовились к проведению капитального ремонта. Мы знали, что в 2020 году эти мероприятия будут проводиться в дошкольном образовательном учреждении. Поэтому поэтапно с января проводились погрупповые родительские собрания, собеседования родителей с заведующими для того, чтобы оценить потребности каждой семьи. Кого-то перевели в близлежащие сады 17-й и 48-й, кого-то по просьбам родителей перевели в сады ближайшие к месту проживания бабушек и дедушек. То есть на сегодняшний момент дети из дошкольного образования выведены и все местами в дошкольных образовательных учреждениях обеспечены. Уже через месяц в незабудку смогут вернуться воспитанники детского сада. Фасад детского дошкольного учреждения станет похож на милый полевой цветок. Его покрасят в нежно-голубой цвет. А уже в следующем году, по словам начальника управления образования Таганрога Ольги Морозовой, город приведет в порядок прогулочные площадки этого детского сада. У нас не было окончательной уверенности в том, что в этом году мы приступим к ремонтным работам. Поэтому своими внутренними планами мы предполагали перепланировку прогулочных площадок, приведение в соответствие теневых навесов. Но свои местные работы мы приостановили, потому что сейчас в этом нет смысла. Идет разборка, демонтаж. Поэтому в следующем году по линии управления образования мы займемся приведением в порядок прогулочных площадок.